Во-первых, это индивидуально раз, если нет патологии. Обычно бывает, ну, я вот сейчас знаю, дети вообще такие, чаще всего девочки, девочки развиваются раньше. Обычно, ну, ранее есть дети, уже начинают говорить два месяца даже, в три месяца, мама, папа, понимаете, а мальчики говорят позже. Но это не факт, не говорит о патологии. Многие дети начинают говорить, ну, вот тот же, вот, например, Эйнштейн вообще не говорил до трех лет, правильно? Мы не скажем, что Эйнштейн какой-то неполноценный, правильно? Но мы же это не говорим. А он не говорил, он мальчик молчал, а потом вдруг раз и начал говорить словами, понимаете? Мы не говорим о Эйнштейне о неполноценности, поэтому здесь, понимаете, индивидуально. Но существует основной фактор, основа, которая до трех лет у ребенка, у любого, формируются основные психические функции. Это внимание, память и все остальные показатели, которые, в конце концов, отражаются на его судьбу, на его жизнь. Он будет или умный, или не очень. Или добьется в жизни много, или не очень добьется, понимаете? А почему вот некоторые успешные, а некоторые неуспешные? Только по одной причине. Потому что у них они более умные, более внимательные, ну и более адекватные с той обстановкой, которая происходит. Вот и все. Здесь очень просто. Значит, в свое время родители, ну, многие говорят родители, а вот, ну и врачи констатируют факт, что дети, так называемое зачатие, имеет большое значение. Алкогольное зачатие или наркотическое, понимаете? Это тоже имеет значение. Да, это имеет значение. Но это, я думаю, что это не кардинально. Не кардинально. Понимаете, зачатие, может быть, даже при алкогольном, так сказать, опьянении и ребенок будет нормально абсолютно, без всяких. А можно и получить серьезные патологии. Вот многие есть родители, многие, особенно вот с генетическими, вот дауны, вот, ну, все нормально. Родители хотели ребенка, понимаете? Хотели, не пили ничего, вот все. И откуда? Откуда? Спасибо. 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 Продолжение следует...